Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, мы на канале Даби Крабика, мы смотрим третью серию Андерфейла. Тут нам показывают, что было в прошлом эпизоде, Санк тут рыдает, что-то... Эпизод номер три, путь, ссылка на оригинал в описании, переходите, смотрите, ставьте лайки и подписывайтесь на канал Даби Крабика. Так, поехали, давайте заново. Потрясающий плач. Великолепно. А, кстати, да, в прошлой серии девушка озвучивала, сейчас опять, сейчас ее опять нет. Фраск, не задавай лишних вопросов, не твоего ума дело. Тебе думать и над этим не надо, у тебя это плохо получается, судя по лицу. Так, а что я делал? А, точно. Вот этим занимается, вот это у тебя хорошо выходит. Погоди-ка, и ты, как ты все еще жив? Ну, когда мы сбежались в подземелье, Альфи снова хотела проводить эксперименты с решительностью. И в этот раз у нее все получилось, все превратилось в типа монстров-боссов. Ну, в принципе, да, получилось, с решительностью все получилось. Вон какой решительный сидит, посмотрите на эту решительную морду. Я представляю себе, чувак. Тебе, у тебя на голове просто от вмятин после сковородки не останется ни следа от головы от самой, понимаешь? Потому что столько будет раскиданных носков по всей квартире. Так Фриск не был ее кровным сыном, поэтому она не старела. Папайрус, ну, скажем, он слишком крут для женщин. А Скор все так же бегает за Туриель. Папайрус нереально крут для женщин. Папайрус это просто, понимаете, вот есть Ален Делон, есть там, я не знаю, Джастин Бибер, кто там сейчас современный секс-символ, а есть Папайрус, он вообще на три головы выше их всех. Это, это костлявая жопка не для вас, милые дамы, да. Все так же его ненавидят. И, наконец, Альфис и Антайн женщины. Так что много детей у них не будет. К сожалению, с Фриск это не работает, так как у него была решительность. И он решился умереть. Что с Чарой, так в ее плане убить себя, чтобы Азриэль смог поглотить ее душу и уничтожить человечество. Но у нее не получилось. О-о-о, какая завораживающая история. Но я уверен, что ты ни хрена ее не мог понять. Ну, не мог человек с таким лицом понять эту историю. Блин, тут у него уже все из головы вылетело. Это не объясняет, как ты попал сюда и зачем. Вместе с Альфис мы успешно починили межпространственную машину, чтобы путешествовать сквозь время и космос. О-о-о, но почему вы не вернулись во времени, чтобы побыть с Фриск? Потому что там будет два Санса, два Папайруса, две Альфис, две Андай. Еще потому что его приключения на поверхности только начались. Хватит задавать тупые вопросы. Хватит, не кричит на меня, пожалуйста. Я решил использовать... Фриск, твоя любопытство, тебя вот это вот, твоя любознательность, тебя погубит. Просто понимаешь, гастробластерами во все щели тебя накажут просто, и так дальше пойдет. Это Риэль еще добавит. Великая машина пацифизма. Интересно, вот такие изобретали бы в реальном мире, было бы неплохо. Создал такую машину, и везде сплошной пацифизм. Воин нет, ничего нет. Санс, тебя очень не хватает нашему миру, я считаю. Кстати, Санс, ты не замечал, что у тебя дырки в ногах? Вот, между прочим. Это, наверное, не очень удобно, мне кажется. Мне кажется, ходить как-то тяжеловато, по идее. Ты там это посмотри. Плохие намерения. И уничтожать тех, кто не заслужил хэппи-энда. Трудная работенка. Ибо большинство из них сильны. Суть в том, что я здесь... Ну, понятное дело. ...из огромной аномалии. Короче, бегал, тех награждал, тех наказывал. Охренеть, Санс. Тебе за это очень большую зарплату надо выдавать. А тебе, скорее всего, не выдавали. Поэтому это несправедливо, конечно. Ой, я понял. Но почему так долго? Триста лет это много. Я не могу это контролировать. Моя межпространственная машина имеет доступ только к определенной точке в начале таймлайна любой вселенной. Фраск, конечно, вообще обнаглел. Тут несчастный скелет. И так, бедолага, у него запары, куча дел. Тех накажи, тех награди. Триста лет это много. Триста лет это много. Я думаю, справиться за неделю. Я не могу получить доступ к другому моменту. Если бы мог, я бы путешествовал от точки к точке, чтобы узнать, находимся ли мы в постгеноциде. Ладно, извини. Но я миласка, так что это не постгеноцид. Эм, ты, наверное, очень... Я миласка, это не пост... Слышь, я миласка. Возможно, Гитлер тоже думал, что он милашка. Полпот, возможно, думал, что он милашка. Всем кажется, что они милашки, а? Мы еще тебя не видели в деле, а? Да еще посмотрим, как ты еще ни с одним монстром не столкнулся толком. Как бы ты отреагировал? Вообще-то нет. Я считаю себя слабым монстром, которого легко победить. Но как-то у него... Серьезно? Да вы уже не применяйтесь, товарищ Санс. Вот уж не надо вот этого. Сильнейших людей. Скажем, я довольно ловко уворачиваюсь. Меня невозможно коснуться. А еще у меня особенная способность, которая превращает меня в кошмар плохих людей. Ну да, это твоя рожа. Походу, твоя способность. На как это посмотришь, а не выкинешь потом из головы. Способность? Вау! Ты, наверное, очень сильный! Нет, эта способность не со всеми работает. Кстати, дай кое-что попробовать. Ториаль, начни бить фраз. Хорошо. Не получилось, похоже. Как видишь, пока тебя бьют, ты неуязвим. Так что из всех ударов Ториаль, только два тебя ранили. Теперь я кое-что попробую. Ааа, чё это такое? Было больно. У меня один хп остался. Какой же... Какая добрая анимация! А еще я проходил национальную андертейловскую подземную школу БДСМ. Кстати, дай я кое-что попробую. Достаю там плетки, фалосы. Ты слабый, раз так больно бьешь. Я размахивал руками и случайно нажал на пробел. Анимация хочет продолжаться. Она аж на меня воздействует таким образом. Ториаль, эта способность называется кармическое возмездие. Я наношу один урон. Но после этого у тебя нет неуязвимости. И тебе наносится урон. Проблема в том, что она работает на людей полных грехов. Это подтверждает то, что ты не хороший. Но я за хороший, я не делал ничего плохого. Хватит прикидываться. Ты, ты, грязными ногами наступил на шипы. И несчастные шипы были не в восторге от этого. Понимаешь? Никому это не понравится. Умри. Зуб у него, кстати, вообще четкий. Мне кажется, что все стоматологи подземелья четко на него работают. На его зуб, наверное. Сразу этого не заметил? Ты прошел в геноцист, сомнений нет. Признай это. Эй, я ничего не делал. Я только что пришел. Пожалуйста, поверь мне. Да он же не помнит. Как он признает? Ты же знаешь, что он ничего не помнит. Извини. Мне нужно сделать вывод. Отмудохал, потом подел. Признай. Извини, братка, прости. Да, что-то я это. Погорячился слегонца. Слегонца погорячился. У тебя одно хп, в принципе. Одно хп по меркам человеческой жизни. Нет, я не знаю. Ты при смерти, фактически. Тебе надо срочно в больницу. Но ты не серчай, братка. Нормально все. Ты каким-то образом прошел геноцид. Но также факт того, что ты потерял память. На самом деле ты добрый ребенок. Но раньше не было им. Эй, это значит, что ты убил меня? Все. Минус одно хп. Он убил меня. Мы не знаем, что произошло. Спасибо твоей тупости, что он потерял память. И ему нужно теперь объяснять все. Ну, я не оставляла его с одним хп. Да. Да, Санс, кстати, между прочим. А его даже убивать, может, не хотела. Аж просто хотел влепить. Дебил. Да. Надо дождаться возврата. К счастью для меня, мои силы это правосудие и терпение. А он тоже шарит сброс? Потому что он и другой вселенной. Сбросы в этой вселенной меня не затрагивают. Черт. Так можно запутаться. Каждый раз... Да я уже! Ребенок проходил геноцид, сбрасывал мир. И по какой-то странной причине позже оставался в петле. Я определил путь, но получил только больше вопросов, чем ответов. В петле вот это не надо. В петле я не одобряюсь очень. Тем не менее, у меня есть решение. Кое-что может дать на водки. Это опасно, но... Я походу Джона Брейна пересмотрел или что? Дать нам водки где-то, слышу, я не знаю. Какой-нибудь водки нац. Или что-нибудь в этом роде. Я знаю, как Фраск восстанавливает память. Теперь я могу узнать, с каким человеком я общаюсь. Фраск, кто же ты? Продолжение следует. Автор видео Day Gamer. Ролик перевел Бруталик, озвучил Даби Грабик. Всем спасибо за просмотр. Также не забывайте вступать в группу ВКонтакте и добавляться в друзья. Все ссылки в описании. Но я оставлю ссылку на этот ролик в описании и на оригинальный оригинал. Ну, то есть на английскую, на испанскую, я прошу прощения, версию, с которой был сделан перевод. Тоже переходите, лайкайте, комментируйте, подписывайтесь. Также лайкайте, комментируйте, подписывайтесь здесь. Вступайте в группу, ВК, жмите колокольчик. И на этом мы заканчиваем на сегодня просмотр Underfail. Если будет вам интересно, увидимся в следующей серии. Все, всем счастливо, всем удачи, всем пока.